И когда приходит какой-то мудрый политик, умный, он просто сматывается в народ и смотрит, какую же сказку ему прочитать. И вот какую сказку хочет народ, такую сказку он ему и дает. Следующий текст, давайте я вам про сказки, я сейчас скажу. Этот текст, он пока не оформлен, он просто в голове. Давайте просто поразмышляю, такую телегу разгоню на эту тему. Про сказки, друзья. Почему так получилось, что в этом мире очень много искажений, очень много иллюзий, и по сути мы можем сказать, что это для себя жизнь, это и есть сплошная одна иллюзия. Я даже вам сейчас не говорю про когнитивные искажения, которых насчитали около 500 ученые, да? А это только начало, я так понимаю, вот этих вот исследований мышления. А все дело в том, вот моя гипотеза такая, что мы с детства, мы прямо с самого малого детства, когда нам стали читать сказки, мы к этому привыкли. Мы критически не осмыслили тогда, не было такого критического отношения к тем, кто нам что-то рассказывает, кто нам что-то пересказывает, какую-то информацию нам вкладывает в наш ум. То есть представьте себе, ребенок, он слушает, как мама читает ему сказку, как папа читает сказку, или как бабушка и дедушка. Это его родные и близкие люди, которые его кормят, поют, заботятся. В общем, от них не ожидается никакой опасности, они несут никакой угрозы. И поэтому полное доверие, то есть никакого критического, так сказать, мышления, никакого, так сказать, возражения и споров по поводу того, что там им зачитывается. И читаются сказки, которые, опять же, как вот гены, да, так же и как мемы, они идут из поколения в поколение. Просто передаются так вот, в умы попадают. Ну и потом, когда появилась книга печатания, стали печатать эти сказки, рассказы. И вот так это все пошло, пошло, пошло. А что такое сказки? Это просто истории. То есть человек с самого детства любит, когда ему рассказывают какие-то истории. В этих историях есть какая-то там завязка, кульминация. Ну вот это сам сюжет такой. Желательно, чтобы он был такой драматический, острый. И желательно, чтобы он кончался хэппи-эндом. Ну то есть какой-то счастливый конец. Там есть герои, там есть какие-то трудности, препятствия. Герой что-то преодолевает. Там есть что-то про любовь. Там есть четкое понимание того, что вот есть положительный персонаж, есть отрицательный персонаж, злодей. А это добрый человек, правильный. Вот мы за этого, а мы вот против этого. И чтобы что-то там достичь, нужно делать так, вот так, вот так. То есть делать добро, не делать зло. Таким образом, ну как бы вот эта мораль закладывается. Это некие принципы. Я сейчас без всякого обсуждения. Просто рассказываю вам, как формируется механизм мышления, это мировосприятие, да, как формируется мировоззрение все. Через сказки, через рассказы, через истории, которые вам вкладываются в голову, в детскую голову, родителями и вашими бабушками, дедушками. И к этим сказкам мы привыкаем. То есть человек начинает отождествовать себя с каким-то героем, с какими-то действиями. Он себе-то представляет, воображает. И потом, когда человек подрастает, и сказки ему перестают читать, появляются вместо сказок другие сказки, другие истории. Ну, не знаю, сериалы там какие-то, телевизор, радио, постановки, спектакли, книжки появляются в больших количествах, да. Разные там идеи какие-то, идеологии, фантастика. Ну, фантастика, прям, ну, последовательность, да. Были сказки, потом фэнтези, фантастика, ну и так далее. И получается, что у человека вот эти сказки, они не кончаются никогда. И когда приходит какой-то мудрый политик, умный, он просто сматывается в народ и смотрит, какую же сказку ему прочитать. И какую сказку хочет народ, такую сказку он ему и дает. И люди продолжают верить. То есть верить в сказки, это просто привычка, сформировавшаяся с самого детства. И когда человек просто некритично воспринимает любую информацию, которую он видит, которая к нему поступает, от людей, которых он не воспринимает критично также. То есть если пришел какой-нибудь там, не знаю, начальник, то он воспринимается как отец, например, да. То есть какой-то глава. Или там президент, отец наш родной, отец вождь народов и так далее. И все, что они говорят, тем более по телевизору, да, это все воспринимается как некая, ну вот, правда. Хотя это тоже просто сказки. И в этих сказках, в этих историях, в этих фильмах, в этих сериалах просто транслируются какие-то определенные вещи, с которыми человек себя отождествляет и идентифицирует. А я вот этот герой. И поэтому я выбираю себе такую роль и вживаю с нее, и забываю потом, в конце концов, что это всего лишь роль, и что это просто сказка, которую мы читали в детстве, которая потом превратилась уже в какую-то там, не знаю, взрослую историю. Типа все должны работать на работе, вот на такой-то, на такой-то. Или Родина, защищать Родину. Короче, ребят, ну вот эти сказки, мемы даже не буду сейчас пересказывать, тут чего ни копни. Я даже не знаю, что конкретно тут, ну, все, оно, вот все, это сказка сплошная. Вы ничего не назовите, это будет просто, я вам покажу, где именно там сказочные моменты. И когда человек отождествляет себя с каким-то героем этой сказки или какой-то историей, он просто приклеивается к этой идее, к этой мысли и отождествляет себя полностью с этой идеей. И это становится его как бы привычным комплексом мыслей. То есть это становится таким, как атомы, да, вот они образуют какую-то определенную структуру атома, они образуют какие-то определенные формы, определенные предметы, определенные явления, да, феномены. То же самое здесь. Вот эта привычка думать определенным образом, который вырабатывается с детства, который повторяется, 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 из-за того, что вы идентифицируете, ваш ум с чем-то идентифицируется, с какой-то идеей, с каким-то персонажем, это становится личностью, становится эго. Ну вот та самая индивидуальность, индивидуальные особенности. Это всего лишь привычка, просто привычка вот так думать о себе, что я это вот это, вот я вот такой герой, я вот должен делать так, а вот так я должен, не должен делать. И получается, с одной стороны, ну это как форма, а любая форма, она как дает направление и какую-то видимость, так же она и несет с собой ограничение, ограничивающее убеждение в установке, которое вам не дает выйти за пределы этой роли, понимаете? То есть вы можете в роли, допустим, белого, там, хорошего человека, только на противоположности, на контрасте с каким-то там отрицательным персонажем, ну как в сказке все, понимаете, здесь вот так вот четко, понятно, ясно. Там любовь, ненависть, там, почти бессмертный, Иванушку дурачок. И таким образом получается, что чему-то придется очень большая важность, и герой в сказке, мы же ему сопереживаем, все это очень драматично. И это кажется таким очень важным, да, какой-то вот путь, какое-то следование, чего-то там достижения, как там Зевс пошел, всех спас, или кто-то вот это вот достигаторство, да, то есть нужно чего-то добиться, там, сердце принцессы, там, кого-то раздобыть вот это, пойди туда не знаю куда, принеси туда не знаю чего, и какая-то деятельность определенная. Потом нам же нужна какая-то деятельность, какая-то форма, чтобы у нас была своя собственная сказка, в которой вот, ну вот, мы должны как бы так реализовывать себя в соответствии с этим вот сценарием. И наша деятельность, и наша профессия, или наша работа, она также начинает приобретать такие мифические характеристики, такие некоторые даже божественные, такие внеземные, что чем бы ты ни занимался, ты занимаешься этим, но это очень важное дело, это очень важная роль для всего человечества, и типа даже, можно, знаете, такая вот интересная, хитрая такая штучка, можно даже думать, да я-то ладно, я-то никакой, я-то новое, там, пустое место, вот моя работа, моя миссия, она очень важная. Я типа там лечу людей, это проворачей, или я учу людей, я учитель, или я там не знаю, трое дома, а как же люди без домов не могут жить, или там я полицейский, я типа там защищаю порядок, без меня бы был бы этот бардак, понимаете, или там я политик, я организую жизнь людей, иначе бы они тут все бы друг друга пережрали, или вот, чтобы получилось бы, голодали бы и умерли. Любой человек отразумевается со своей профессией и делает такой важной, для него это становится просто супер важной профессией, поэтому по отношению к этой профессии все остальные профессии, они как бы такие второстепенные, уже неважные, вот такая сказочка, да? Переходим к третьему тексту, зачитывая, называется «Не выебывайся». Это как продолжение, продолжение предыдущего текста, который я вам зачитал, который назывался «Кто здесь глупый?», и там он заканчивается вот этим, как вот этой фразой, ну, типа «Живи, не выебывайся», это как кредо духовной жизни, простое кредо. Есть вопросы? Сэнсэй Макс отвечает. Подпишись на телеграм-канал, иди по ссылке в описании. Не забывай. ДОНЕЦ Сэнсэй Макс Сэнсэй Макс КОППИСКИ Сэнсэй Макс КОППИСКИ Сэнсэй Макс КОППИСКИ 1-2-2-3-3-3-3-3-4-4. 10-1-2-3-4-4-4-4-4-5-6-6-7-7-7-6-8-7-6-7-6-7-8-7-8-6-8-8-6-7-8-7-7. Продолжение следует...